Затопленные дома, огороды и большая вода терзает село Новосельское регулярно лет пять. Большой водоем сосед озеро Ханка каждый год ставит очередной рекорд. Если вы помните, это страфический поводок в бассейне реки Амур, 2013 год. Прошлогодние дожди, тренд на повышение уровня наблюдался на протяжении 10 лет. Обильные осадки не единственная причина, из-за чего Ханка выходит из берегов. Специалисты с Примгидромета полагают, что еще и Китай сбрасывает воду в озеро. Правда, эта версия требует подтверждений, но есть еще и третий фактор. Разрушенная дамба и мелиоративная система в Новосельском. Когда-то это село было совхозом, который выращивал рис. Новосельское стоит в самом низком участке, то есть идет польдер сверху вниз, вода сбрасывается. И без принудительной откачки воды наше село тонет. Когда-то Новосельское кормило рисом весь край и даже поставляло продукт за рубеж. Приморская крупа была в большой цене у жителей Китая. Но сейчас угрожающие будущие села остаться лишь точкой на карте. Близко, как никогда. Чтобы восстановить дамбу и мелиоративную систему, нужно почти 300 миллионов рублей. Есть предложение местных жителей расселить. Это будет дешевле. Что делать дальше с селянам? Так жить больше невозможно. Сидишь как на пороховой бочке. Если будет и дальше продолжаться, значит надо дать возможность в доходе решить вопрос. Или переселяться всем, выбирать место, или отдавать деньги, пусть покупают жилье в других местах. Или же строить гидромилитированное сооружение. Что очень такой процесс трудоемкий. Департамент природных ресурсов, охрана окружающей среды Приморского края в этом году заключил контракт на расчистку русил рек с Пасовкой и Кулешовкой. Это позволит усилить отток воды из Ханки. О Новосельском узнали в Минприроды. Приморское село под свою опеку взял сам министр Донской. Анастасия Ярошенко, Михаил Морозов, Панорама.